Здравствуйте, привет всем! Сегодня ужин. Ужин семьи гетельманов. Катюша простыла, хрипит нос и сопливит. Ужин остыл борщ-то. А холодный борщ, это тоже изюмин. Ого, гореть, теплый. Так, ребятки, сегодня ужин. Мы ужинаем с Катюшей. Катюша там все, чипсы поедает. Многие спрашивают, что есть, Катюша? Чипсы, сухарики, сыр, огурцы, рыбку, кетчупы, ну и все такое. Катюша есть разнообразно. Ну, не как я, конечно, миску-то не езжу, а вот разнообразно. Там очень, кстати, разнообразие у тебя большое. Если из рыбы, то красный окунь, может форель, прикру любит, и мента. Треску люблю, мента люблю вообще. Катюша есть огромное количество всякого. Я только не знаю, знаешь, чего? Как она называется? Киляпия или как она называется? Киляпия и субатка. Пингасиус. Его нельзя есть. Пингасиус? Угу. Потому что он всеядный. Знаешь, как свинья, вот свинья, свинина, да? Ну, свинья, она же всеядная, поскольку. Вот и пингасиус, по сути, такой же. Правильно же, пингасиус или киляпия? Не знаю. Ну, кто-то из них, короче. Вот они такие, да? Можешь рассказать историю какую-нибудь или стишок, или анекдот? Угу. Я оттуда знаю. Знаешь, да? Вот Катюша любит вот такие чипсы, 5D называется. Угу. Я их называю пустыня чипсами. У тебя раньше продавались в кафе. Я вот оттуда их не полюбила. 5D? Да, было. А я же, а я директор по бумагам. Был я раньше директор по бумагам. Был бизнес у нас директор по бумагам. А мы в свое заведение как придем, посидим. Там, короче, вообще кайф было. Кстати, в свое заведение хорошо иметь. Там было пиво вкусное и присединило. Вообще, я нигде не могли потом идти. На корках. Угу. И смысл-то в чем сейчас расскажу? Многие говорят, что такой-сякой, да, типа, на свой возраст такой-сякой. Но, такой-сякой уже и кафе, пивной бар, кафе. Кафе, я сдержала из дворца. Вот смотри, хоть какой. Вот смотри, говорят типа разум такой-сякой. Ну, смысл-то в чем, ребятки? Но уже был директор по бумагам. Уже было свое кафе, пивной бар, кафе. Уже директором побывал. Уже столько всего повидал. И в Питере было, и в Москве были. И во многих городах. А говорят, типа, песенки поет, типа, как детсадовец. Хочешь и поешь, а что им-то какое дело? А что, взрослые люди не поют? Поют. Ну, в детсадовец бизнес держать будет? До самой старости поют. Да. Но детсадовец будет держать пивное бар, кафе? А будет по городам кататься? И будет бизнесменом, как я был? Нет. А некоторые, не, не, они гружат за всех. Просто многие не могут и такого сделать. Мудрости много. Вот чтобы создать такое, вообще, равнобразие, того, какого надо. Да. Да. Известный даже не по России, а по всем странам. Лас-Вегас. Я помню, когда поздравления заказывали в Лас-Вегасе, и он все писал. Парень, короче, мужик взрослый. Я в Лас-Вегасе, и мне это, я по переводчику, короче, перевожу слова и общаюсь. Представить, давно было, это еще, знаешь, когда было, где-то в 2020 году. В 2020 году. Поздравления заказывал. Ну, смотрит нас, уважал, поздравления. Даже в Лас-Вегасе нас смотрели в 2020 году. Ну, так вот. Ну, как бы так, старание, стремление, упорство. Мы чему учим, ребятки? Мы чему учим? Не то, что на видео мы учим, а учим разговорами. Старание, стремление, упорство. Идти вперед, никогда не сдаваться. Быть старательными, упорными. Добиваться того, своим стремлением. Любить, быть любимыми. Да, одно из главного в жизни, конечно, любить и быть любимыми. Ценить, беречь и ради чего жить вот это все. Каждое много. Кстати, нужно, да, уважать, что вот для всех людей главное разное. Для кого-то главное одно, для кого-то главное другое. Все зависит от возраста и как человек думает об этом. И тоже надо как-то с уважением относиться, что для всех разное главное. Ну, конечно. Для многих одно, для других другое, для третьих трехе. Для четвертых вообще главное всю жизнь путешествовать до старости. Ну, я таких не понимаю. Они думают, я хочу в жизни, типа люди думают многие. Просто пропутешествовать всю жизнь до старости и все. Типа везде в мире побывать, в каждой стране. И вот до конца жизни, до своих дней, последних путешествовать. Для него это главное. Есть такие? То есть, это такие? Ну, так вот. Почему мы не будем что-нибудь они запускать? Надо запускать. Ну, вообще-то мы сейчас к стриму уже готовимся. Мы все набираем, борщица едим, ты кушаешь огурчики, рыбку, ментай, ты кушаешь сухарики, сырок, огурчики, рыбку, ментай, чипсы 5D, чтобы на стриме быть. В акотолку я потом пойду отдыхать. Ну, сейчас будем стримить. Ты-то иди отдыхай потом, а я буду с ребятами. Ну, нет, давай тогда стрим запускать. Ну, правда. Ну, дай хоть оценку огурца, убрала бы, нет такие. Вот такие очень вкусные огурцы. Маленькие, не длинные, не люблю длинные, они бескутные, водянистые. Ты любишь покороче? Огурчики короткие, маленькие, чтобы были вот пупырышками. Пупырышками. Пупырышками больше чувствуется во рту. Я люблю вообще огурец, который сорванный из грядки. Пупырышками, не гладкий. Он колючий такой вот. Колючий, шуршавый, любишь шуршавый, да, огурчики такие. Ну, честно сказать, что я тоже люблю огурчики шуршавые. А вот эти... Гладкие, это не огурцы. Судья. Я вообще их нею. Они даже не пахнут огурцом. Они не чувствуются, как будто они из этой степлицы. Ну, понятно, что эти не степлицы, но они хотя бы это более-менее похожи на те, которые степлицы. Если идти в магазин, то эти тоже степлицы. Ну, они, скорее всего, не знаю, грунтовые. Ну, что там где-нибудь. На плантациях нужно просто сказать. Что люди ждут с первой секунды видео? Что мы сделаем? Что мы сделаем? Будем петь песню. Душа поет, и сердце радуется. Душа поет, и сердце радуется. Мы счастливы, радостны, довольны. Вот, остались все видео. И прошлое видео ждали, чтобы мы так спели. Так что, ребята, всем добра, счастья. Посмотрите, вот как можно что-то плохое говорить про нас, если мы всегда с радостью, с счастьем, с удовольствием, с добротой, с позитивом, всегда с добрыми словами, с улыбочкой. Ну, если и без улыбочек, ну, добротой. У меня Исафь опять уши начала закладывать. Обалдеть, а что делать? Вот только же нормально было. Простите, пожалуйста, если что-то я там отрыжку сделал. Ну, это когда кушаешь, трапезничаешь, всегда бывает такое.